МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург в студии Александра Вараксина. Дмитрий Володин, добрый вечер. Итак, начинаем. Три столетия неоснования старейшего вуза страны в честь юбилея и свободного вуза для огнер астральных колонн. О богатой истории Петербургского университета сегодня рассказывают и на выставке Российного ДНК. Разрешение на строительство получено. Большой Смоленский станет первым разводным мостом через Неву, построенным в городе за последние 40 лет. От сложной теории к практике спроектировать и испытать приборы для навигационных задач у студентов университета аэрокосмического приборостроения теперь могут в новой лаборатории микромеханики. Конфиденциально и в комфортной обстановке. Центр охраны репродуктивного здоровья подростков открылся в 44-й поликлинике Центрального района. Расходы на науку в Россию в ближайшие три года превысят полтора триллиона рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. Глава государства подчеркнул, это фундаментальный вопрос, без решения которого невозможно достигнуть национальных целей развития. Также претендент поручил уделить особое внимание наукоемким технологиям. Считаю необходимым сформировать обновленный перечень наиболее важных и необходимых для страны наукоемких технологий. И в целом актуализировать приоритетные направления развития отечественной науки. Я прошу правительства совместно с президиумом Совета по науке и образованию подготовить соответствующие предложения. Сделать это с учетом долгосрочного прогноза научно-технологического развития. Ну а вечером президент вручил государственные премии в области науки и инноваций для молодых ученых за прошлый год. Среди лауреатов доцент кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович. Она награждена за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов золота и платины. Я бы хотела поблагодарить всех тех, кто был со мной на этом пути. От школьных учителей, университетских преподавателей, коллег из академических институтов и профильных геологических организаций. Эта работа – это результат многолетнего тесного сотрудничества между Санкт-Петербургским государственным университетом и Институтом геологии и геохранологии до Кембрия РАН. Спасибо вам за это сотрудничество. Добавлю, премия присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки. Сегодня день российской науки и трехсотлетие Первого университета России СПБГУ. 8 февраля 1724 года Петр I издал указ об учреждении вуза, а также Российской академии наук. Губернатор Александр Беглов объявил 2024 годом Санкт-Петербургского университета. Всех студентов, преподавателей и выпускников глава города поздравил со знаковой датой. Сегодня под руководством выпускника Санкт-Петербургского университета, президента Владимира Владимировича Путина, Россия уверенно проходит сквозь эпоху перемен, становится лидером глобальных изменений мировой политики. Санкт-Петербургский университет – это не только великая история, это современный, устремленный в будущее научно-образовательный центр. Сегодня в честь трехсотлетия Санкт-Петербургского университета зажглись огни на арастральных колоннах и прогремел полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости. К юбилею приурочили выпуск банковских и транспортных карт со специальным дизайном, а также выпустили почтовую марку, посвященную истории Первого университета России. Дополнительный изданный конверт первого дня и изготовленные штемпели специального гашения. Погашенная почтовая продукция становится уникальной и приобретает особое филаталистическое значение. 300 лет со дня основания первого отечественного вуза отмечают сегодня на выставке России на ВДНХ на стенде Петербурга. Представители СПБГУ рассказывают о богатой истории учебного заведения и достижениях. Гости площадки могут пройти тест на знание русского языка, узнать о работе Токамака и лаборатории по созданию наноматериалов. Александр Громов расскажет подробнее. Впервые с ноября Стэн Санкт-Петербурга изменил традициям. Каждый час здесь сводят и разводят макет дворцового моста. Но в 15 часов механизм остался недвижим. Причина уважительная. Десятки зрителей собрались на лекцию знаменитой Татьяны Черниговской. Как учить детей в современное время? Вот я академик, академия образования. Я ни малейшее представление не имею о том, что с ними теперь делать. Потому что они уже рождаются, из материнской утробы вылезают с гаджетами в руках, да? И к моменту, когда они придут в школу, они будут в этом цифровом мире ориентироваться лучше, чем их учителя. Как угнаться за нейросетями и не дать им захватить мир? Даже искусственный интеллект, объясняет академик, многое не умеет. Но тут ключевое слово – пока. Уже другой тип цивилизации. Хода назад нет. Единственное, что мы можем сделать, это прийти в чувства и понять, как нам в этом новом мире жить. Потому что примерно одинаковый мир был тысячелетиями. Ну хорошо, ездили на козе, потом стали ездить на машине. Это не принципиальная разница. А то, что сейчас – это принципиальная разница, потому что это другое мышление. Окруженная толпой поклонников Татьяна Черниговская – звезда от просвещения. Одна из тех, которые на научном небосклоне зажигает Санкт-Петербургский госуниверситет. Александр Беглов в конце прошлого года на международном образовательном салоне в Санкт-Петербургском объявил 2024 год в Санкт-Петербурге годом Санкт-Петербургского государственного университета. Мы с честью пройдем этот 2024 год, потому что с нами универсанты. Поэтому поздравляем их с этой замечательной датой. 300 лет назад, объясняют эксперты, в стране появился своеобразный образовательный кластер. Академия наук, гимназия, первый вуз, став прорывным явлением для России 18 века. Сегодня университет вносит вклад в развитие мировой науки. «Самый популярный среди иностранных абитуриентов. Кто скажет, какой конкурс на тысячу мест? Сколько заявлений? Вы знаете, сколько? Пять, шесть, десять? 21 заявление на одно место. 21 тысяча желающих из более чем 100 стран мира». Гостей стенда Санкт-Петербурга знакомят с главными достижениями СПБГУ. Это Токамак и лаборатория по созданию наноматериалов. Рядом можно пройти тест по русскому языку, узнать о новинках филологического образования. Ноу-хау нашего университета – это так называемый клинический подход в организации практик. Так называемые клинические практики, которые дают возможность нашим студентам получить реальный опыт работы во время обучения. А будущие филологи выполняют заказы на экспертизу, на создание и на анализ лингвистических продуктов. Мы пишем тексты различных, у нас есть несколько направлений. В День российской науки, который закономерно совпал с Днем основания СПБГУ, было торжественно объявлено – это были лишь первые 300 лет в долгой жизни университета. Александр Громов, Петр Григорьев, Анна Терещука и Сергей Мишонков. Новости телеканал «Санкт-Петербург» из Москвы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов посетили крупнейший медицинский комплекс, который открыли во Всеволожском районе Ленинградской области. Диагностика и лечение с использованием самых современных технологий там будут доступны как взрослым, так и детям. «Открывается суперсовременный, высоко технологичный, многофункциональный медицинский центр. Увиденное просто впечатляет во мнению специалистов и по масштабу инфраструктуры, и по новейшим современным медицинским технологиям, многие из которых являются отечественными разработками». Жители Петербурга и Ленинградской области смогут лечиться в медцентре по полису УМС. Также специалисты будут принимать пациентов из других регионов. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, президент поставил одну из главных задач – развивать медицину. У Петербурга в этом направлении огромный потенциал. Центр охраны репродуктивного здоровья подростков открылся в 44-й поликлинике Центрального района. Прием ведут гинеколог и уролог-андролог, медицинский психолог и эндогринолог. Для старшеклассников организуют лекции об особенностях полового созревания, гигиене, семейных ценностях и здоровом образе жизни. Сегодня с работы учреждения ознакомилась глава района Елена Федорова. «Здоровье репродуктивное – это будущее, это семья, это дети. Конечно, наши дети должны понимать, каким образом за собой следить, какие могут быть проблемы, как их предотвратить. И моральные, да, могут быть различные планы психологические, так и реальные, которые связаны со здоровьем». С психологом можно поделиться тем, о чем не расскажешь и родителям, конфиденциально и в комфортной обстановке. Врачи понимают, пубертатный период – один из самых сложных в жизни человека. «Мы пытаемся через вот такое половое воспитание, половое просвещение сформировать, либо прийти к формированию вот такой зрелой, здоровой, ответственной личности, которая понимает, что она ответственна за свое здоровье, которая понимает все риски вокруг и как они могут повлиять на дальнейший репродуктивный потенциал». Первые медучреждения для подростков появились в Петербурге в 90-х. Сейчас подобные центры открыты практически во всех районах. В Центральном готовы ежегодно принимать 16 тысяч человек возраст от 10 до 17 лет. «Гостроинадзор» выдал разрешение на строительство Большого Смоленского моста. Новое переправо появится между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, реализация такого масштабного проекта стала возможна благодаря поддержке президента Владимира Путина. «Жители с нетерпением ждут появления нового моста», – добавил губернатор, так как он значительно улучшит городскую инфраструктуру и гармонично впишется в архитектурный облик мегаполиса. Добавлю, это будет первая разводная переправа, построенная в Петербурге за последние 40 лет. Две с половиной тысячи школьников уже в этом году будут учиться в более современных классах Калининского района Петербурга. Такими планами сегодня поделился глава администрации Сергей Петриченко. В ходе отчета об итогах социально-экономического развития района акцент на выполнении президентских национальных проектов. Особые успехи в сфере образования. В минувшем году открыли новое здание школы номер 136 на улице Ольги Форж. По поручению губернатора города его оборудовали двумя бассейнами. Отличительная особенность Калининского района – работа поликлиник, выходные и праздничные дни. Прием местные власти организовали по просьбе жителей. В 2023 году такой возможностью воспользовались более 110 тысяч человек. Благодаря помощи правительства Санкт-Петербурга и личному участию губернатора нашего города Александра Мечея Бедлова в Калининском районе в ближайшее время будет открыто 4 детских сада. И в настоящее время ведется строительство 4 новых школ. Благодаря чему дефицит мест как в школах, так и в дошкольных учебных заведениях у нас будет полностью ликвидирован до начала 2025 года. Перед отчетом главы районов фойе Дома молодежи Атлант организовали своеобразную выставку достижений. Свои успехи показали воспитанники детского технопарка «Кванториум». Почти 3000 школьников занимаются там бесплатно. Например, моделируют и изготавливают вот таких драконов – символов наступившего года. В Санкт-Петербурге наш «Кванториум» является самым крупным, так как он представляет собой 13 направлений. До этого года у нас было 12, и в этом году отрелся 13 направление – это автокванту. Для меня, как педагога, как наставника, этот тематический год был безумно ярким, безумно запоминающимся, особенным. Без малого 377 миллионов рублей в минувшем году в Калининском районе направили на капитальный ремонт поликлиник и еще более 217 на закупку медицинского оборудования. Также открыли новые современные детские и спортивные площадки. В Петербурге продолжается подготовка к выборам президента, как рассказала сегодня глава горосберкома Максим Мейксен после окончательного вердикта федеральных коллег о количестве кандидатов. Бюллетени для голосования должны быть доставлены в Петербург не позднее 7 марта и далее будут находиться под постоянной охраной полиции. На данный момент о желании проголосовать по месту нахождения, а не по регистрации, изъявили около 30 тысяч горожан. Заявление можно подать в МФЦ и на портале госуслуг. На данный момент в Санкт-Петербурге активным избирательным правом обладают 3 миллиона 816 тысяч 980 избирателей. На данный момент формируются списки избирателей и уточняются по каждому участку. И не позднее 6 марта произойдет передача участковой избирательной комиссии первых экземпляров списков избирателей. Предвыборная агитация кандидатов в региональных СМИ начнется 17 февраля и продлится до 0 часов 15 марта. Ну а в следующий вторник в Доме журналиста состоится жеребьевка среди кандидатов о распределении эфирного времени на телевидении. Обеспечить прозрачность и открытость выборов президента Общественная палата продолжает проводить обучающие встречи для желающих стать наблюдателями на избирательных участках. С тонкостями процесса голосования знакомят инициативных петербургцев и представители различных общественных организаций. На лекциях они узнают о своих правах и обязанностях. Например, каждый наблюдатель может присутствовать при почете бюллетеней, а также при желании обращаться с предложениями по организации голосования. В какой форме это сказать, как написать заявление, как подать то или иное замечание. Именно обучение не что делать, а как. Наблюдателю должно быть как минимум один наблюдатель на каждый избирательный участок. И, конечно же, этим мы тоже не ограничиваемся. Должен быть какой-то определенный, скажем так, запас. Мы все кто музыкант, кто бизнесмен, кто представитель общественной организации. Но мы люди из народа, из такого же народа, абсолютно разнопланового, нашего российского народа. Важно донести то самое чувство до людей, что все правильно, все справедливо, а самое главное, все честно. Кроме того, во время обучающих встреч напоминают о проекте «Мобильный избиратель». Благодаря этой услуге принять участие в выборах можно не только по прописке, но и по месту фактического нахождения в любом городе страны. Для этого необходимо подать заявление в отделение МФЦ или на портале госуслуги. От снега и льда взлетно-посадочную полосу Пулково очистит отечественная техника. В автопарке воздушной гавани пополнение новая уборочная машина, которая произведена в Колпино. Гиганты проектировали специально под климатические условия Петербурга. И технически он соответствует европейским аналогам. Машина рассчитана на комплексную уборку. Она оснащена 9-метровым отвалом, который убирает снег 6-метровой щеткой и мощным двигателем, который сдувает все остатки осадков. Это первый экземпляр. Сегодня в Пулково приступят к его тестированию. Она позволяет убирать мгновенно большую площадь, потому что захват плуга 8,4 метра плюс щетка 6 с лишним метров. То есть площадь очистки будет в районе 7 метров. Выигрывает в первую очередь тем, что все-таки разработка российская. Мы не испытываем проблем ни с какими запчастями. Она, во-первых, сделана для зимы, сделана у нас. И это, наверное, самая отличительная особенность. То есть нам удалось достичь в данной машине практически 100% импортозамещения. Снегоуборщик будут тестировать в течение февраля. Если он себя покажет хорошо, то уже к следующей зиме закупят три такие машины. Всего же в ближайшие годы Пулково планирует заменить 12 единиц техники отечественными экземплярами. Лабораторию микромеханики открыли сегодня в Университете аэрокосмического приборостроения. Проект реализован в рамках программы «Приоритет 2030». В новой лаборатории студенты будут проектировать и испытывать прибор для навигационных задач. Сверхлегкие и миниатюрные гироскопы и акселерометры. Эти устройства применяются для обеспечения безопасности наземных транспортных систем, а также для мониторинга состояния трубопроводов на нефтяных и газовых терминалах. Студенты получают теоретические знания. В стенах вуза это фундаментальное образование. И, естественно, прикладные вещи не всегда возможны получить в стенах вуза. Но благодаря именно этой лаборатории они смогут развить, то есть они могут посмотреть, так скажем, изнутри, что такое прибор. Оборудование может быть использовано для решения не только образовательных, но и прикладных задач по запросу промышленных предприятий. Например, для испытания влияния температуры и вибраций на узлы и элементы беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни председателя Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира Лидии Хоченковой. Глава города подчеркнул, скончался легендарный человек, который посвятил многие годы труду на благо города. Лидия Хоченкова пережила всю блокаду, награждена медалью за оборону Ленинграда. При ее активном участии был учрежден знак жителю блокадного Ленинграда и создана общественная организация жителей блокадного Ленинграда. В Петропавловском соборе прошло богослужение у могилы Петра Первого. Его провел епископ Кронштадтский Вениамин. Первый русский император ушел из жизни 299 лет назад. На службе присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский. Они также возложили цветы к могиле Петра Первого в Великокняжеской усыпальнице. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Сухопутные погранпереходы на российско-финляндской границе останутся закрытыми еще как минимум 2 месяца до 14 апреля. Такое решение приняли сегодня в стране Суоми. Объяснение прежнее. По словам финских чиновников, с российской стороны собрались сотни или даже тысячи мигрантов из третьих стран, которые хотят попасть в Европу. 64 объекта недвижимости освободили сотрудники Комитета по контролю за имуществом за последние 2 недели. Ранее во время проверок было выявлено незаконное использование городской собственности. В итоге 18 помещений арендаторы покинули добровольно, 46 в принудительном порядке. Сейчас бывшие офисы и склады полностью освобождены, опечатаны, ключи переданы на хранение в районные жилищные агентства. В Шереметьевском дворце начинается реставрация. Ордер на работу выдала государственная административно-техническая инспекция. Строители обновят галерейный флигель, помещение перед парадным входом в главный зал. Будут отремонтированы и усилены балки перекрытий, отреставрированы штукатурная отделка и лепной декор. Новоселье с элементами вандализма в Ленинградском зоопарке обновили вольер для полосатых мангустов. Причем постарались максимально обогатить среду новыми песочницами и тренажерами из пилов деревьев. Но ловкие зверьки первым делом распотрошили цветочные горшки. Сотрудники не огорчились и не удивились подобному мелкому хулиганству. Ведь раскапывать все, что можно, это любимое занятие мангустов. К 150-летию со дня рождения великого режиссера и реформатора сцены Всеволода Мирхольда. В Александринском театре завтра состоится премьера спектакля «Чужой театр». Зрители перенесется в далекий 37-й год, ставший роковым в жизни и творчестве мастера. Труппа открыто отреклась от режиссера, а спектакли признали антисоветскими. В основе постановки Валерия Фокина подлинные стенограммы собраний и репетиций, воспоминания самого мастера. Зрителю предлагают ответить на вопрос, существует ли компромисс между творческой необходимостью и человеческой справедливостью. Под большим впечатлением осталась наш корреспондент Александра Корнева. 17 декабря 37-го года в газете «Правда» выходит статья Платона Кирженцева «Чужой театр». В ней резкая критика всего творческого пути Мирхольда. Чужеродное тело в организме советского искусства. Единственный из 700 профессиональных театров, который обошел вниманием годовщину Октябрьской революции. Полный политический банкрот, писала режиссер Кирженцев. Несколько дней спустя труппа Мирхольда устроила общее собрание. Обсуждают и осуждают руководителя. Прямо в лицо мастеру. Товарищи, я думаю, я считаю, весь коллектив должен сказать, что такой театр больше не нужен советскому народу. Он не нужен советскому государству. Это театр «Чужой». Они понимали, что ничего не получается, что они выскочили из этой обоймы, они перестали быть популярным театром. Ну и, конечно, не надо делать из Мирхольда такого, так сказать, ангела. Он был совсем не ангел. Был человек очень жесткий, по-своему, очень, так сказать, особый. Спектакль затрагивает вопросы взаимоотношения художника и общества, ответственности мастера перед собой и теми, кто за ним пошел. В постановке реальные диалоги почти вековой давности переплетаются с воспоминаниями и фантазиями самого Мирхольда, которого называли темным гением и Карабасом-Барабасом. Он собирал зрителей на репетиции, он любил, чтобы на него смотрели. Он был таким для кого-то самовлюбленным. Но он любил публику, он ради нее жил. Он придумал свой язык фантастический. Он менял амплуа, он был богом. Главная женщина в жизни режиссера – актриса Зинаида Райх. Ради нее он ставил свои великие спектакли. Ей отдавал главные роли, пренебрегая, как говорили, другими талантами. Мастер обожал жену, в то время как многие упрекали ее в меркантильности и расчетливости. Роль конкретно в этой постановке непростая, потому что собрание сложное, и нужно все время держать вид и делать лицо, что все в порядке, что нас это не касается. В этом и есть моя роль – быть опорой для Мирхольда. В спектакле показано начало пути уничтожения Мирхольда и его театра. Спустя полтора года, в июне 1939-го, реформатора сцены, создателя системы биомеханики, арестовали. После пыток и допросов он подписал нужные показания и был расстрелян. Супругу режиссера убили неизвестные через три недели после его ареста. Александра Корнева, Егор Орлов, Татьяна Константинова. Новости, телеканал Санкт-Петербург. В центральном районе Петербурга состоялась презентация новой зарядной станции для электрокаров, первой построенной на средства инвесторов. Электромобильный хаб рассчитан на 10 машин, расположена в районе жилой застройки на Кременчугской улице. На быструю зарядку одного транспортного средства в среднем уходит до полутора часов. Транспорт Петербурга давно встает на серьезные рельсы экологии и электрического движения. Мы провели серьезный переход на новую модель транспортного обслуживания на газ. И уже сейчас сократили выбросы на 26 тысяч тонн в год вредных выбросов. Санкт-Петербург – это город энергоизбыточный. У нас есть достаточное количество мощностей с тем, чтобы соответствовать этому новому современному тренду. И мы участвуем с прошлого года в Санкт-Петербург в федеральной программе. Мы строим в городе с федеральным софинансированием станции быстрой зарядки. Но это не единственный способ появления зарядок в городе, как мы сегодня видим. Этим активно увлечены и частные инвесторы. Станция работает круглосуточно. В тестовый период владельцы заряжают свои электрокары бесплатно. В Комитете по энергетике и инженерному обеспечению подчеркнули, что готовы содействовать инвесторам в таком начинании, как строительство хабов. В Петербурге сейчас более 2,5 тысяч электромобилей. Ну а сейчас о погоде. Завтра в Петербурге переменная облачность и без существенных осадков. Днем и минус 12, минус 14 градусов. Ночью похолодает до минус 20. Атмосферное давление будет повышаться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»